Мало кто слышал, а еще меньше тех, кто бывал в этом месте. Это не Чернобыльская зона отчуждения, это не разрушенная войной территория, это не съемки постапокалиптического фильма, это реалии нашей с вами жизни. Это некогда процветавший поселок Чушка на берегу моря, на берегу Керченского пролива. Это не край света и не отшиб, как можно было подумать. Отсюда виден Крымский мост, да и Крым так близок, но так не досягаем сегодня. В связи с закрытием паромной переправы. Но что же случилось с этим поселком? Почему местное население было вынуждено бежать? Когда-то в поселке Чушка, расположенном на одноименной песчаной косе, кипела жизнь. Люди жили между двух морей, Азовским и Черным. Работали в рыбколхозе, добывая самсу, барабульку, бычка. Люди купались, ловили рыбу, трудились на паромной переправе и на железнодорожной станции порта Кавказ. После того, как рыбколхоз распался, здесь был построен грузовой порт с перевалочной базой и химическим терминалом. Это можно назвать своеобразной точкой отсчета, когда население поселка неуклонно стало падать. В дома местных жителей постучалась беда. Экологическая катастрофа. Прямо на территории государственного природного заказника началась перевалка серы. Частицы опасных химикатов, разносимые ветрами из погрузочного терминала, убили всю живность. Местные жители и журналисты пытались решить возникшую проблему, но безуспешно. Суды, борьба, переселение – все это было как в страшном сне. Люди, оставшиеся до последнего в поселке, жили в страхе и боялись даже спать в своих домах. Ведь по ночам происходили бандитские налеты. Кто-то приходил, чтобы разбирать их дома по кускам, прямо когда в них спали местные жители. Сегодня это мертвая зона. Куча строительного мусора, грязь, запустение. Вот как выглядит особо охраняемая природная территория. Сейчас даже находиться рядом с терминалом опасно для здоровья. Сейчас поселок представляет собой жалкое и даже пугающее зрелище. Завалившиеся домики без крыш и окон, горы строительного мусора, старые лодки и развалины. Огромные горы химиката возвышаются рядом с домами. Ветер несет серную пыль. Она засыпает дворы и огороды. Наносит непоправимый вред здоровью людей. Да, здесь еще осталось пару жилых домов. Просто уму непостижимо. А ведь здесь когда-то был заповедник, чистый воздух и море. А табличка, которая расположена рядом с колючей проволокой на заборе, выглядит как насмешка. Государственный природный зоологический заказник. Это больше похоже на апокалипсис, нежели чем на реальную жизнь. И никто не боится, что отравленную серой воду может принести в Кучугуры, Голубицкую, Ванапу или Керчь. И разве это единичный случай? Разве не прямо сейчас мы наблюдаем за теми же событиями, только в реальном времени? А на этот раз главный герой истории мы. Мы с вами. Над Таманским полуостровом возникла большая беда. Именно здесь, на берегу Черного моря, собираются построить 8 химических заводов по производству аммиака, карбамида и метанола. Еще не поздно предпринять все действия, чтобы избежать экологическую катастрофу. На руинах Чернобыля вряд ли когда-нибудь будет что-то жить. Так почему же нас не учат такие истории? Такие истории, как судьба чужки, должны научить нас многому. Бережно относиться к природе. Ведь благоприятная экологическая обстановка – это наше будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok